Сэндвич, черепаха, танк. Нет, я не сошел с ума. Некоторые формы часов или их особенности становятся культовыми и нарицательными, что нередко еще и примерно совпадает по времени. Одна из таких форм – бычья голова. И с ней все совсем не очевидно. То она вроде как вышла из моды, то вроде как не вышла. Из брендов, которые обладают собственными минотаврами, и Тогоер, и Омега, и Сейка, и Брайтлинг, и Ситизен. В общем, с одной стороны недостатка нет, с другой вроде как есть. Кстати, почти в 100% случаев, чтобы оправдать форму, приходится и подгонять содержание. Так что у нас хронограф. И я покажу 5 моделей часов из разных ценовых сегментов, где эта форма выглядит весьма пристойно. На то мы разойдемся по традиции через пару минут. Начнем с копиистов. Это Штюрлинг и его коллекция Тореро. Перед вами кварцевые хронографы на базе японского механизма дочерней компании Сейка ВК-61. Внешний вид действительно неплохой, спортивный и современный. Да и ценой такие часы подкупают 250 долларов за голову. Весьма и весьма смотрится кварцевый хронограф немецкой компании Эллис. Здесь вертикальная ориентация дополнительных циферблат. Примечательно, что часы визуально решены как секундомер с минутной шкалой в качестве основной. За работу хронографа отвечает также японский механизм Miota 6S20 из положительного 100-метровой защиты от воды, сапфировое стекло, ну и безель Pepsi. Ну и теперь переходим к самому скучному. Механические хронографы в данном ценовом сегменте в 90% случаев отстроены на базе калибра 77-50 в том или ином виде под тем или иным названием. Такова и впечатляющая модель CIN. Переиздание раллийных часов R500 в стиле спортивного секундомера. Их назначение подчеркнуто в данном случае не только визуально и функционально. Например, корпус выполнен из титана, который считается легким металлом, что должно быть весьма удобно в эксплуатации. Не могу не заметить часы Hamilton, потому что не заметить их в принципе трудно. Корпус раздается до 46 мм в диаметре, и это очень значительно. Швейцарский авиаторский хронограф, как и модель CIN, лимитирован, но купить его все еще можно за 300 с небольшим тысяч рублей. Корпус часов съемный, а внутри содержит калибр H31, который спроектирован на базовом калибре, вы не поверите. Это A77-53, который, в свою очередь, на 77-50 и круг замкнулся. А часы весьма неплохие и брутальные, конечно, хотя и промахнулись с изоляцией. Тут всего 50 метров, что неожиданно в высшей степени. Съемные корпуса, кстати, фишка и бомберг. Это кварцевые и механические хронографы, которые могут быть как наручными часами, так и карманными. Стилистика часов призвана поражать и будоражить, и в каком-то смысле эта идея становится доминирующей не только снаружи. К примеру, если в кварцевых часах бомберг идет вполне обычным путем, оформляя ронду, то механика работает на молодых швейцарских калибрах концепта, о которых вы, возможно, услышали только что впервые. И это весьма дерзко, продавать механику за 350 тысяч с калибром, о котором почти никто ничего не знает. Хотя слухи о том, что в базе все тот же 77-50, имеют под собой основания. И на этом наше стадо можно признать пересчитанным. Как по мне, из упомянутых вскользь лучше всего справилась омега и по форме, и по декорациям, ведь на шее бычка даже подвешен колокольчик. Колокольчик есть и у меня на канале, вы можете его нажать, если не хотите пропускать ролики. А еще вы можете подписаться на канал или в ВК и телегу. Ссылки ниже, разумеется. До скорого!